приветствую приветствую вас уважаемые друзья спасибо что сегодня в прекрасный вечерний вечер вы посетили наше мероприятие меня зовут игорь полетаев я обеспечиваю сегодня техническую поддержку татьяна наша ведущая сегодня у нас сегодня планировалось людмила десятка спасибо значит сегодняшнее наше мероприятие посвящено я скажу маленький секрет это наш такой предстартовое мероприятие по мега проекту который мы с татьяной создали благодаря ее ученикам благодаря ее себе воли благодаря тому что она смогла найти время а и в конце вы узнаете что вы получите благодаря тому что вы сегодня посетили наше мероприятие такой предстартовый проект полет товар и скажем предстартовая презентация проекта все не выйдете много очень полезной информации Обязательно участвуйте в чате, обязательно задавайте вопросы. У нас планировалось сегодня два человека, но будет один человек, Татьяна, расскажет в самом таком шикарном способе, как получить здоровое тело, ухоженный внешний вид в домашних условиях, без каких-то изнуряющих тренировок, диет, огромных затрат для собственного бюджета. Она может и имеет право это говорить, потому что более 3000 учеников, более 3000 положительных результатов. Я видел ее учениц, конечно, у людей просто за 3 месяца, люди не то, что тело, внешний вид меняется, а у людей глаза становятся другие, осанка меняется. Ну, обо всем этом расскажет Татьяна, значит, если будут какие-то проблемы, прерываться звук, прерываться презентации, не переживайте, мы просто находимся в разных частях с Татьяной и по удаленному управляем, соответственно, будем вести это мероприятие. В процессе мероприятия вы сможете посмотреть пару интервью, которые взяты у учениц, там по 5-6 минут, поэтому, думаю, сегодня будет много очень интересной информации. И сейчас я передаю слово Татьяне, она загрузит презентацию, и мы начнем. Приветствую всех, скажите, пожалуйста, как меня слышно, если можно, напишите в чате по 10-бальной шкале. Итак, я хочу рассказать о нашем проекте «Три икса омельки» по названию. Мы пригласили двух женщин, Татьяну Леонидовну Денисенко для участия и Наталью Воробейчик. Я немного о них расскажу. Значит, проблема такая, лишний вес. Вот, и мы решили предложить им комплекс мероприятий, это физические тренировки и изменение формата питания при необходимости использования различных мероприятий по уходу за кожей. Значит, стартовал проект наш в ноябре, и мы хотели вам показать не просто, что можно похудеть, там, снизить вес, это и так понятно. Мы хотели в прямом эфире, чтобы вот эти две женщины похудели. Хочется сказать, что это не то, чтобы совсем просто, потому что Татьяна Леонидовна изначально пришла с весом 123 килограмма. У нее настолько был мышечный дисбаланс из-за атрофии, гипотрофии, вернее, из-за того, что мышцы настолько теряют свой тонус, что меняется осанка, ей было даже тяжело поднять голову, вот она так разговаривала прямо из-под лобья. Мы с ней немного поговорили, я попросила ее похудеть на 10 килограмм, для того, чтобы мы могли начать заниматься в зале. Она похудела, вот, и мы начали с весом 113 в ноябре. Татьяна Леонидовна и Наташа снялись в программе как модели. Мы именно хотели, чтобы вам было психологически легко заниматься, с, ну, всегда легче с человеком, похожим на тебя. Вот, и через там месяц, через два, через два месяца мы повторили интервью и уже обсудили, какие результаты, каких результатов удалось достигнуть. И сейчас мы с вами посмотрим первое интервью. Оно занимает минут 5-6. Вы, пожалуйста, не отключайтесь, потому что после этого интервью мы будем рассказывать о сути самого подхода, о структуре дневника успеха, то есть что он в себя включает в принципе, как методическое руководство, какие направления, какие критерии оценки нагрузки, степень ее адекватности, выбор нагрузки для того, чтобы ее было достаточно для результата и не слишком много, чтобы это не было в ущерб здоровью. И другие показатели, как проводить тестирование, и как следить за результатами, которые косвенно отражают состояние здоровья в плане роста выносливости. Итак, мы с вами переходим на видео. Сейчас я, наверное, попрошу Игоря сбросить ссылку. Он уже сбросил ссылку в чате в Ютубе. Пожалуйста, просматривайте. Я на некоторое время отключаюсь. Увидимся через 6 минут. Здравствуйте! В рамках нашего большого проекта «Как потерять вес и сохранить здоровье» мы развиваем новое направление. Условно назовем его «Долой 3ХЛ». Я очень рада вам представить двух наших моделей Наталью и Татьяну Леонидовну. Я хочу вас с ними познакомить, чтобы они рассказали о себе попросить их и рассказали, что их вообще сподвигло согласиться. Начнем с Натальи. Меня зовут Наталья. Я работаю в ремонте одежды. Ко мне приходит очень много женщин, которые сбрасывают вес и я им ушиваю одежду, подгоняю под них. Но те методики, которые они использовали, мне не всегда под силу было использовать. Потому что кто-то считал калории. Для меня это очень сложный процесс. Но я на это не пошла. Кто-то сидел на методике Дюкана. Это тоже для меня сложно. Есть только одну белковую пищу и не есть ничего другого. И вот пришла однажды женщина ко мне. Увидев, насколько она похудела, насколько ей нужно было ушить эту юбку, меня прямо аж поразило все это. И я спросила, куда мне можно обратиться. Я тоже хочу. И как ты это сделала? Она сказала, что только питание и спорт, тренировки. Ну и вот это привело меня к тренеру Татьяне. Сейчас я здесь и хочу поучаствовать в проекте сбросить лишние килограммы. А может быть, Наташа, вы что-нибудь расскажете про свою дочь, потому что она тоже занималась, имела результат. Как-то это повлияло? Да, у меня есть дочь. То есть у меня не сразу получилось прийти к Татьяне, потому что я работала, и у меня не получалось именно в эти дни приходить на тренировки. То есть я отправила свою дочь. Она похудела, потянула фигуру, очень довольная. И поэтому я решила, что мне нужно изменить все, найти время, чтобы прийти и именно заняться. Мы очень рады. Ну, теперь Татьяна Леонидовна, представитель, счастливая обладательница роскошной женской фигуры. Да, в родственнике формы. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы... Как я сюда пришла? Значит, я могу сказать, что в периоде в жизни каждой женщины наступают такие моменты, когда она теряет свои привычные, хорошие, стройные формы, когда уходит привлекательность лица. То есть когда наступают не совсем комфортные моменты в ее жизни, когда наступают, не на паузу, скажем, да, достаточно сложные для этого периода. И в конечном итоге такие счастливые моменты, когда ты наконец уходишь на пенсию, когда ты начинаешь больше думать о себе и начинаешь понимать, что в принципе биологический возраст это одно показание, а жизненная энергия показания это совсем другое. Когда в тебе полно энергии, полно сил, когда ты о чем-то мечтаешь, когда у тебя очень много фантазий, и ты хочешь все это претворить, но понимаешь, что сам ты это сделать не можешь, но желание есть. У меня такая точка зрения, что во всем нужно обращаться всегда к профессионалу. Если ты хочешь получить хорошее медицинское обслуживание, то должен идти к хорошему врачу. Если ты хочешь хорошо шить платье, то должен идти к хорошему закройщику. То же самое, если ты хочешь получить хороший результат, отточенную фигуру грамотного специалиста, то должен идти к хорошему тренеру. Поэтому для того, это был долгий путь, прежде чем я сюда пришла. У меня очень долго занимается у Татьяны моя дочь, уже, наверное, лет 7, и она за ней ходит по питам, то есть привязывается не к одному, определенному центру красоты или фитнес-центру, а идет за инструктором. Результаты поразительные. Я думаю, что, может быть, она не участвует, конечно, в этом проекте. Она выглядит сейчас замечательно, прекрасно. Все цели, которые она ставила перед Татьяной, все это было достигнуто. Фигура, вес, состояние, самочувствие. Поэтому я пришла, учитывая первые рекомендации дочери. Второе, потому что у меня есть желание выглядеть хорошо. В-третьих, потому что я хочу убрать 3ХЛ и приобретать одежду в хороших магазинах, где не более 48-50. Вот. Ну и сегодня вот в этом проекте, я думаю, получим вот заряд, потому что у Натальи такие же желания, такие же рекомендации. Я думаю, что мы докажем все, кто за нами следит, что мы можем. И в 55 лет тоже. Я хочу сказать пару слов еще про Машу. Мы недавно записывали интервью с ней. И Маша на обложке нашего альбома, который называется «Антигалифе». Это ее первый результат. И второй результат тоже скоро мы покажем. Следите за нашими рассылками. Я бы хотела еще спросить о состоянии здоровья. Как вес отражается на состоянии здоровья? Вот из первых уст. Наверное, Татьяна Леонидовна. Ну да. Что можно сказать? Что сигналы о том, что неблагополучие в организме идут отовсюду. Отовсюду. Прежде всего, они дают очень большую нагрузку на суставы. Ты перестаешь иметь возможность быстро двигаться, танцевать, летать. То есть, суставы страдают очень сильно. Но после этого можно сказать, что сердечно-сосудистая система, безусловно, возникает ахикардии, аритмии. То есть, весь букет сердечно-сосудистых заболеваний, но и лишний вес. Это, наверное, и диабетические какие-то проблемы, которые так или иначе подстерегают уже. Поэтому вовремя остановиться нужно почувствовать вот этот барьер, когда уже все. Это уже становится хроническим, с этим нужно бороться просто очень-очень сильно. А Наталья, есть какие-то проблемы? Ну, да, да. У меня стал появляться второй живот. И когда я сижу, он меня подпирает прямо под легкие. И мне настолько тяжело вот сидеть и наклоняться. И вообще стало, ну, тяжело работать. Поэтому я решила вот его убрать. Ну, я очень рада. И в завершение хочу сказать, что по мнению Николая Михайловича Амосова, человеческий организм настолько совершенен, что он может вернуть себе здоровье практически на любом этапе своей жизнедеятельности. Ну, на этой веселой, светлой, позитивной ноте мы с вами прощаемся сегодня, но не прощаемся вообще. Надеемся, что вы к нам присоединитесь и будете присутствовать на наших вебинарах, о которых мы будем сообщать дополнительно. Всего хорошего. Пока. 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 Я вижу десятки. Людмила, Виктория, десятки. Хорошо, тогда продолжаем. Я немного расскажу о, во-первых, о самом предложении, то, что мы предлагаем уже вам. То же самое, что мы предлагали нашим участницам проекта. Значит, в дневнике успеха существует существует несколько разделов. Понятно, что лишний вес вредит здоровью, поэтому мы вас пугать не хотим, и так это все понятно. Но в целом, немного я описала механизмы, по которым осуществляется вот этот вот ущерб, и, соответственно, как бы, зная, какие методы воздействуют, мы можем вырабатывать методы противодействия. Вот. Какие существуют психологические аспекты избыточного питания? Там подробно описано о механизмах формирования вот такой эмоциогенной пищи, то есть, когда мы едим, когда они голодны. Потом, естественно, когда мы знаем врага в лицо, с ним легче бороться. И предлагаются советы и алгоритмы, как с собой взаимодействовать. И какие это могут быть алгоритмы? Первое, это регулярно сбалансированное питание, потому что у современной, особенно работающей женщины, мне кажется, у неработающей еще хуже, потому что больше времени, она меньше времени тратит на добывание пищи. Вот, то есть, описанные механизмы планирования питания предлагаются примерно рационы. И дневник питания идет понедельный, где мы можем записывать не только количество продуктов, состав приема пищи, но и следим за весом. Описаны тесты, способы их проведения, как правильно снимать показатели, как следить за состоянием здоровья, именно за давлением и пульсом. Ну, в принципе, понятно, как следить, но описана именно интерпретация этих показателей. Естественно, мы будем проводить сопровождающие вебинары и планирование результата. По истечении каких-то промежутков, а именно каждой недели, мы подводим итоги. Допустим, вес снизился на такое-то количество килограмм, это хорошо. Если снизился на такое-то количество удовлетворительное, нужно обратить внимание на то-то и то-то. То есть, я бы назвала это пошаговым руководством по снижению веса для тех женщин, от которых, ну, не то, чтобы все отказываются, да, которым морально сложно прийти в зал, потому что они просто стесняются, потому что высокое давление, там колено болит, допустим, или спина, и нужно очень дозировать нагрузку. И поскольку у Татьяны Леонидовны, то есть, реально был такой букет проблем, поэтому в этом формате мы и подбирали параметры, и записали видеотренировку, в которой все упражнения подбираются симметрично на такие все крупные мышечные группы. А что значит симметрично? Это особенно касается мышц антагонистов, потому что физкультура на самом деле это настолько сильная вещь, можно менять угол наклона таза посредством влияния на определенные мышечные группы, например, на передней и задней поверхности бедра. Можно влиять на осанку, на плечи, на вот это развернутое положение за счет соотношения тонуса мышц груди и мышц спины. Можно влиять на асимметричную осанку, то есть, когда неровное идет положение, к примеру, лопаток, плеч и костей таза. Вот, ну, понятно, что это комплекс, это нужно индивидуализировать. То есть, в этой видеопрограмме мы предлагаем комплекс упражнений по своей насыщенности можно сравнить с лечебной физической культурой. Можно, конечно, модные всякие названия придумывать, но упражнения, они и есть упражнения. Вот, и самое главное, такой посильный формат. А что значит посильный формат? Именно аэробный режим является приоритетным в снижении уровня жира в организме. А что это значит? Это значит, что мы, когда находимся в аэробном режиме, совершаем физическую работу умеренной интенсивности. Это значит, вам комфортно. И в следующем нашем интервью пойдет речь о том, уже будут рассказывать наши модели о том, что это действительно не сложно. Значит, у нас уже есть видеопрограмма и вот этот дневник успеха, это такое методическое руководство, пошаговое, где за два месяца можно снизить вес от четырех, это так, не напрягаясь, до в идеале восьми килограмм. Некоторые уменьшают и вес на большее количество килограмм. сейчас уже прошло больше времени с того стартового момента. На сегодняшний день Татьяна Леонидовна уже похудела на 15 килограмм примерно, а Наталья, мы, кстати, покажем ее фотографии, сейчас презентацию посмотрим. И я не могу сказать, на какой вес, но фигура, просто не помню, изменилась значительно. Сейчас, одну секунду. Значит, я бы еще хотела сказать несколько слов о физической нагрузке, помимо того, что я сказала про аэробный режим. Значит, к ее параметрам относятся объем и интенсивность. Я говорила про интенсивность, объем это количество по времени. Продолжительность самого занятия, она у нас будет примерно час, и 45 минут, час, где-то так, и в неделю. Это должно быть не более, чем две тренировки в неделю, потому что очень важно степень наращивания нагрузки является, мне кажется, таким же важным параметром, даже мне не кажется, я знаю точно, как объем и интенсивность. А какие существуют критерии адекватности нагрузки? Самый простой это пульс через 10 минут, а лучше и давление тоже, после окончания тренировки ваш пульс должен восстановиться полностью к исходному состоянию. Но я напоминаю, что пульс измеряется в покое желательно за 10 секунд и умножаем на 6. И после окончания тренировки он должен полностью восстановиться. И если он не восстановился, значит, данный объем нагрузки в данный момент времени, это очень важный момент, потому что очень много факторов для вас является неадекватным. А какие еще факторы? Например, недосыпание, допустим, состояние устойчивого стресса. это тоже может способствовать и даже тот формат, который для вас был нормальным в данный момент времени, в совокупности всех этих факторов, он может быть в данный момент неадекватен. И тогда возникает вопрос, что лучше, отменить тренировку или ее все-таки делать? Потому что иногда люди мучаются совестью, сила воли, все такое. Если вы устали, не выспались очень сильно, ну вот такое патологически тяжелое состояние, то, конечно, лучше не поесть и отменить тренировку, и раньше лечь спать. Это гузель для здоровья большой плюс, потому что когда мы или мы, допустим, заболеваем, вот в это пиковое состояние проводим тренировку, тогда организм своей мощности резервной или функциональный резерв, который он обычно использует на выработку амуноглобулинов, то есть борется с болезнетворными микробами, он тратит этот ресурс на тренировку. Таким образом, ваше выздоровление откладывается. Организму нужно только покой и питье. Но если это мы говорим про какие-то заболевания, вирусные такие, несложные заболевания, во всех сложных заболеваниях, конечно, стоит консультироваться с врачом, для того, чтобы врач давал доступ. Сейчас, одну секунду. Я бы сейчас хотела предложить вашему вниманию второе интервью, потом мы продолжим описание проекта и покажем фотографии. Я отключаюсь, но не прощаюсь. Мы рады приветствовать вас. Вот уже прошло два месяца, как мы начали проект 3XAL, и уже, я думаю, скоро мы его переименуем. Я бы хотела предложить девушкам, женщинам поделиться своими впечатлениями, рассказать, как они себя чувствуют, потому что существует много всяких ужасных диких историй похудения, где мучают людей, издеваются над ними. Как они себя чувствуют, как поменялось их здоровье, самочувствие, какие еще вопросы, питание, страдаете ли вы от голода, приступов каких-то голода. Начнем с веса, насколько уменьшился вес в целом и объемы. Если Наташа вы не вспомните, то я напомню. объему. вес 72, у меня уменьшился до 69 килограмм. Объемы уменьшились бедра. Приятная неожиданность я не только чужим ушиваю людям, но и уже ушиваю одежду и себе. Ушила себе джинсы, маечки. То есть уже по одежде заметно перебрала недавно старый гардероб. и когда одеваешь брюки, которые ты носил, сразу очень видно, насколько ты похудел. Вот может когда так в жизни сам себя каждый день видишь, не замечаешь этого. А когда одеваешь старые брюки, все большое стало, буквально все. Вот. Ну, скажу, что мне это далось несложно. Раньше я там могла один раз в день покушать и вечером и все, да. То сейчас я ем, ем и ем. Мне девочки на работе говорят, ты что, опять кушаешь? Опять. То есть, ну, здесь не голодаешь. Важно, чтобы по чуть-чуть и часто. Вот. А нагрузки? Нагрузки два раза в неделю, тренировка, ну, обычная. По часу? По часу. Больше таких специальных нагрузок у меня нет. А настроение, вот, психологическая отсылка себя? Ну, психологически, конечно, я, крылья выросли. Уже, когда люди замечают, что ты похудела, они постоянно спрашивают, а как тебе это удается, а как вот ты это сделала, а как ты, и вот уже, знаешь, что ты можешь что-то рассказать об этом. У меня уже девочки на работе тоже стали под мою систему подстраиваться, и вот одна девочка тоже сбросила, тоже, наверное, килограмм пять. Даже не занимаясь физическими нагрузками, но вот чисто питанием ей пока просто нельзя, у нее немножко там проблема с сердцем, но я думаю, что когда она немножко сбросит вес, она начнет укреплять свои мышцы, свою кожу и свое здоровье. Ну, мы рады очень за Наташу, я особенно, наверное, больше всех. Вот, и я думаю, что это только начало, потому что сейчас мы поставим новые задачи, это будет касаться и тренировки, и всех мероприятий массажа и питания. Ну, вот теперь перейдем к Татьяне Леонидовне. У Татьяны Леонидовны были совсем другие стартовые позиции, она была в более сложной ситуации, потому что у нее был ряд противопоказаний к занятиям, очень было много нюансов, это касалось суставов, ну, некоторых заболеваний, но, слава Богу, все идет хорошо, и вот сейчас она сама нам расскажет, я думаю. Два месяца пролетели как одно мгновение. Татьяна, меня поправит, за эти два месяца, по-моему, я похудела на 10 килограмм. 10, да. Да, на 10 килограмм. Ушли, конечно, очень значительно все объемы и в груди, и в бедрах. Что я хочу сказать, что внешне, конечно, себя трудно оценить, но по тем удивленным взглядам, которые ловишь от знакомых, с которыми ты встретился на Новый год, которые говорят, что изменилась осанка, появилась полетность в походке. во-первых, все время лицо излучает какую-то радость и свет. То есть, все изменения налицо. Что произошло в моих ощущениях? Организм очень благодарно отвечает на мои изменения в питании, на мои физические нагрузки, и пульс, который у меня был все время 92, сейчас у меня 75. Второе, вольтарен, который у меня все время в сумочке и которым я все время пользовалась, смазывая суставы, сейчас я использую все реже и реже. Следующее, у меня по анализам крови выровнялись очень многие показатели, я сейчас не буду просто делать такие медицинские эпикризы всем своим, но во всяком случае идет снижение уровня сахара в крови, идет снижение уровня холестерина в крови, и поэтому я, когда смотрю на свои анализы, я вспоминаю все время Татьяну, которая мне говорит, вот сейчас после нагрузки у вас изменяется состав крови, сейчас, я скажу вам честно, после первых своих нагрузок и приходных в зал этому не верила, сейчас верю и хочу сказать всем, это легко, когда рядом хороший профессионал, когда инструктор вас ведет по жизни, который не завершает с вами занятие не только в зале, который вам звонит, который вам консультирует, да, следующее, появилась уверенность в себе очень сильная и желание приходить в этот зал, он стал просто моим родным домом, скажу вам честно, меня здесь узнают, говорят, что я звезда, потому что я в интернет-портал, и мне это радостно, и мне это приятно, сейчас вот за окном серая погода, тоскливая, а мы в зале, потому что здесь радостно, потому что здесь здоровье, потому что рядом Татьяна, которая нам его создает, поэтому всех желаю успехов, подключаться к нашему проекту и посылаю вам только свои позитивные эмоции. На этой позитивной ноте мы заканчиваем, но мы не прощаемся с вами, мы снова увидимся через два месяца, а может быть и раньше, и подведем новые итоги. До новых встреч, пока! Пока! Я надеюсь, вам удалось досмотреть видео до конца, если нет, то мы выложим, думаю, что ссылку у нас на сайте, можно будет досмотреть полностью. Но я договорю, что результат положительный, те задачи, которые мы ставили перед собой, они достигнуты, сейчас мы уже ушли еще дальше, но это тема наших следующих вебинаров. Хотела бы несколько слов сказать еще по поводу ведения тестов, я не сказала о самом важном, о медицинском тесте. Там будут перечислены те заболевания, при которых нужно будет обратиться за консультацией к врачам-специалистам, будут перечислены те заболевания, при которых заниматься нельзя вообще, но это, как правило, тяжелая недостаточность, сердечная, почечная, это камни различные, и пороки сердца. Будет подробно описано, но заранее говорю. Сейчас я хотела бы вам показать фотографии, я попрошу Игоря перейти к слайдам и опишу, и там же мы увидим Наталью Воробейчек, участницу нашего проекта, как она выглядит сейчас. И в дополнение хочу попросить вас подумать, какие может быть вопросы у вас возникли в процессе нашего вебинара, или какие у вас есть вопросы, связанные со снижением веса, и вы, пожалуйста, их записывайте в чате. После того, как мы рассмотрим фотографии, я на них с удовольствием отвечу. Вот, ищем фотографии. Сейчас загружается Наталья. Ну, вот, на первой фотографии, ее видно не полностью, вот, но вы видели в интервью и то, как она выглядит сейчас. В первое время немножко поменялось лицо, оно как бы чуть-чуть осовывается от этого никуда не денешься, но со временем организм адаптируется и даже без каких-либо мероприятий сама кожа приходит в тонус и Наташа сейчас выглядит моложе, они занимаются вместе с дочерью и, ну, я бы не сказала, что там, что это мама и дочь так вот с далека, потому что выглядит моложе. Следующий, пожалуйста, имперслайд. Вот это Катя, я давно хотела вас с ней познакомить, может быть, ее кто-нибудь узнает. Катя похудела килограмм на 30 в целом с лица заметно, я специально ее сфотографировала в таком же ракурсе для того, чтобы была видна разница. тоже был ряд вопросов в состоянии здоровья и состоянии суставов и позвоночника, наличия болей. Как видите, она сфотографирована на фоне тренажерного зала, занимается она в тренажерном зале. Не надо его бояться и думать, что вот если лежат вон штанги на заднем фоне, то их нужно брать и поднимать, и это тренировка в тренажерном зале. Тренажеры это средства физической культуры. Таким же средством может быть пол или какие-то другие еще упражнения. И не обязательно поднимать большой вес. Это может быть маленький вес, большое количество повторений. Причем если есть какие-то проблемы с позвоночником, можно и не использовать те тренажеры, которые напрягают значительной степени спину. Ну и потом нужно их классифицировать эти проблемы, то есть это должен быть диагноз врача-специалиста. И благодаря использованию определенных растяжек для позвоночника, которые мы кстати включили в нашу видео-тренировку, мы усиливаем кровоснабжение и приток крови, потому что после тренировки она имеет другой состав, говорила Татьяна Леонидовна, она обогащена кислородом и продуктами распада, меняется полностью вся биохимическая картина. И кровь, значит, когда мы обеспечиваем ее приток проблемным зонам, оттуда уходит, ну как бы там уменьшается отек. В этом и заключается оздоровительный эффект и положительное влияние. Когда уходит отек, уменьшается давление на корешки нервные и болевой синдром уменьшается. Вот Катя этому тоже пример, потому что это был сложный случай в плане здоровья, тем более у нее свое мнение было на все, это мне можно, это нельзя. Вот, сейчас, пожалуйста, Игорь, следующий слайд. Вот Юля, Юлю я давно тоже хотела с вами познакомить, ну как давно, с Нового года, наверное, мы запишем интервью, Юля прошла, у нее такой характер накопления, когда накапливается вверх, но ноги тоже были, как правило, женщины не любят сфотографироваться в таком виде, поэтому очень сложно было подобрать фотографии, вот, сейчас мы уже поменяли формат, потому что 3XL это наш начальный этап, потому что вы, когда снизите рез, ну наверняка захотите уже поменять формы, допустим. Юля сейчас занимается по другой программе уже тренировок, мы уже включили белковое питание и работаем над формами, стараемся увеличить мышцы груди, ягодицу, ну, понимаете, очень важно при постановке задач сразу договориться, потому что то, что многие понимают, что подкачать там, или чтобы была в тонусе ягодица, то речь идет, если мы говорим о структуре, о уменьшении жировой прослойки и увеличении мышечной ткани, не надо бояться слова, там, растут мышцы, у женщин они очень редко растут, особенно при динамичной такой спокойной нагрузке, они не увеличатся, никогда не будет таких узлов, и их рост ограничивается возможностями эндокринной системы, если бы эндокринной системой были возможности у нее безграничны, то бодибилдеры они бы не употребляли стероидные гормоны, а тем более женщины, она природой не предусмотрена для тяжелой физической работы, это уже Советский Союз выгнал женщин из дома на работу, бревна таскать из шпалы, но я шучу, вот, и перейдем сейчас с вами к следующему слайду, посмотрим, кто там у нас, он нас ждет, вот, Света Рахманько, мы записали с ней интервью, познакомим вас поближе, может быть, в следующем вебинаре, кстати, ее отзыв есть в дневнике успеха и фотографии, Света похудела примерно, я просто, очень много человек, вы меня извините за то, что не помню точно вес, но значительно килограмм, наверное, на 25, а может быть, 28, вот, и она, у нее было такое состояние здоровья, она вот в интервью говорила, что она боялась идти в магазин, у нее с шеей были проблемы, стеохондроз, ущемление и головные боли вплоть до, ну, как бы, вероятности обмороков, вот, в связи с этим ходила, и, ну, как бы, это было очень сложное такое психологическое состояние, потому что, ну, когда человек уже на себе, ну, не то, что поставил крест, вот, он заболел, там практически инвалид, даже в магазин сходить не может, такого глубокого загона, вот, кстати, это Наташа ей ушивала юбку, что интересно, вот она рассказывала в первом интервью, Наталья Воробеевича, говорит, ко мне пришла одна женщина ушить юбку, так вот, это, вот, это Света, вот, и Света, сейчас у нее тоже такая анаболическая тренировка силовая, и она себя чувствует, она выполняет формат, ну, уровень параметров нагрузки, такой же, как ее дочь, по-моему, 18 лет, нет, 20 лет ей, но даже больше, потому что она использует отяжелители, чувствует себя хорошо, с шеей, не то, чтобы полностью выздоровела, ну, какие-то мы делаем растяжки, а каких-то упражнений мы категорически избегаем. У нас, Игорь, если есть кто-нибудь еще, тогда, пожалуйста, следующий слайд. Лия, ну, у Лии не было такого большого веса, это последний наш слайд, она пришла с более тяжелым низом, я не нашла еще первую фотографию ее, но у нас в альбомах, ВКонтакте, в Одноклассниках, висят фотографии. Я хочу обратить внимание на ее бедро, боковую поверхность бедра, или, как называют, попины уши. Вот, Лии я так особенно горжусь, потому что пришла она заниматься примерно весной прошлого года, где-то в мае, а последняя фотография вот эта сделана где-то, я вот не вспомню точно, ну, где-то в районе, наверное, октября, то есть это полгода, и здесь не было липосакции или каких-то грубых воздействий. Это было небольшое количество определенного массажа, потому что массажи бывают абсолютно разных видов, и массажи можно, если особенно мы говорим о большом весе, то есть больше 20 килограммов, антицеллюлитные массажи крайне опасны, потому что если есть 20 килограмм лишних, нет смысла бороться с целлюлитом в данный момент времени. Нужно убрать килограмм 15, причем снизить вес таким образом, чтобы кожа успевала сокращаться. А если 20 килограмм мы проносили какое-то время на себе, если у нас есть целлюлит, а чаще всего есть, то происходит ущемление капилляров вот этими увеличившимися жировыми такими узлами, если особенно это фиброзным, но не взятно клетками. Вот. И вот это ущемление, оно нарушает кровоток, и стенки сосудов становятся такими тонкими и слабыми. И если вы обратите внимание, температура кожи в этих зонах, она немножко ниже, чем на остальном организме. Вот. И поэтому нужно первое снизить вес, можно использовать либо классический общий массаж, общий, обязательно, это очень важно, потому что если есть какие-то блоки в позвоночнике, не делать спину, то это будет такой короткий какой-то эффект. И дренажный массаж, вакуумные массажи бывают очень разные. Если это типа актив пресса, прессотерапия, то, что усиливает дренаж, это можно использовать. Но баночные массажи бывают динамичные, с маленьким давлением, кому-то можно, кому-то нельзя. Но вы помните, что сосуды хрупкие, и какое-то агрессивное воздействие будет их просто ломать. И то, что потом будет с этими стенками, никто не знает, лет через 10-15. Но вегетососудистая дистония это очень коварное заболевание на самом деле, особенно в своих финальных стадиях. Я почему заговорила про массаж, потому что Лия Хречина, мы использовали с ней массаж и силуэт массаж, то есть такой контурный его еще называют, или называют ручная пластика, или массаж по кисельгофу. Значит, если вес значительный, его пока делать нельзя, я просто хотела вам показать, показывая вот эти слайды, возможности, что практически любую фигуру можно изменить в любом направлении, это я так утрирую, но в пределах скелета. Единственное, что наращивание мышечной ткани, из-за того, что женский организм к этому не приспособлен эволюцией, до определенного предела можно поменять, увеличить мышечную ткань, поэтому можно снизить вес, бойтесь, очень бойтесь быстрой потери веса, потому что если кожа не успевает сокращаться, в ней не вырабатывается коллаген, образовывается соединительная тканная клетка и как сдувшийся шарик меняет свою структуру, вот ее стенка шарика или кожа, и потом с ней ничего нельзя сделать, только отрезать, поэтому 3-5 килограмм, а лучше 4, это среднее число, на начальных этапах это касается первого и второго месяца, поэтому я с такой смелостью заявляю, что используя те рационы, которые я предлагаю, можно получить гарантированный эффект, у меня в этом нет никакого сомнения, единственное, что меня беспокоит, это обратная связь, потому что общаясь с человеком регулярно и вживую, можно отслеживать то, что с ним происходит в плане объема, за весом следить, поэтому нам придется организовывать вебинары сопровождающие и на них проводить интерпретацию результатов тестов, которые вы будете делать по рекомендациям, которые описаны в дневнике успеха. И это, мне кажется, очень полезный опыт в организации себя и на самом деле оказывается, что реально удивительно просто, удивительно просто, потому что вот этот массовый такой закрепившийся стереотип, что это интенсивные тренировки, это какой-то измурительный голод, и на самом деле очень как бы с одной стороны все просто, да, пайку урезал, нагрузку увеличил, как у собак, но на самом деле не просто урезал, а нам надо подобрать такое питание, чтобы не было у вас срывов, вот это очень важно, потому что человек терпит, допустим, ест только белки, но организму нужны белки, жиры, углеводы, с этим очень сложно подспорить, и управлять вот этими процессами, потому что когда ты вот этим занимаешься все время, ну или там большое количество лет, то понятно, что наблюдаются какие-то закономерности, выявляются, и уже можно заранее сказать, я знаю, кому можно предлагать разгрузочные дни, кому нельзя их предлагать, потому что человек, если максималист, он начнет их использовать, потом срываться, и потом вот этот вот круг, поэтому используя вот такой изначальный какой-то энтузиазм, просто следуя рекомендациям, вот просто нужно как бы довериться их выполнять, насколько возможно соотнести рекомендуемое питание с вашими вкусами, так что это тоже важно, если вы не воспринимаете какой-то продукт, ну, чтобы не давиться, соотнести с вашим вкусом и реализовать, и когда вы взяли, померили талию, ягодицы, бедро, потом сделали две тренировки в неделю по 50 минут, потом повторили, смотрите, что ушло по сантиметру, по полтора, я почему заявляю про вот эти цифры, мы опять говорим в рамках проекта 3ХЛ, это подразумевает, что мы говорим о явно избыточном весе, и первый вес, он уходит довольно легко и быстро, критическое число это 10-12 килограмм удержать человека вот на вот этом весе. Значит, я бы хотела сейчас передать, напомнить вам вначале о том, что я жду от вас вопросов в чате, и передать слово Игорю, чтобы он объяснил вам практические и технические моменты. Значит, я бы хотела вот Игорь предлагает мне еще одно направление разобрать, это те выводы, которые мы описываем, которые мы приходим в дневнике успеха. Значит, ответственность за состояние нашего здоровья лежит на нас, ну, это очень долго объяснять, потому что, ну, в дневнике это более подробно описано, потому что понятно, что если вес, лишний вес уже есть, то что-то к этому привело. Вот, и когда мы берем на себя ответственность и анализируем эти причины и их устраняем, что, то тогда есть высокая вероятность, что мы его снизим. без занятия физической культурой и спортом быть здоровым невозможно, это как бы, это из физиологии, из спортивной, потому что для того, чтобы рассчитывать на определенные ресурсы, создавание ресурсов здоровья, уровень работы систем, жизненно важных, сердечно-сосудистые системы, дыхательные, эндокринные, он должен быть довольно высоким для того, чтобы в обычной жизни организм работал в таком экономичном режиме. Ну, вот я приведу пример. Допустим, у тренированного и нетренированного человека в покое вырабатывает, сердце прорабатывает, прокачивает 4 литра крови. Допустим, у тренированного человека при интенсивной физической нагрузке сердце может качать 8 литров крови, а у нетренированного 6, а то и меньше. И если он повышает нагрузку еще больше нетренированной, его ткани входят в условия кислородного голодания и грубо говоря, человек сдох, ну, то есть он не может ее выполнять. Допустим, на борьбу два этих человека заразились и могут заразиться просто вирусом УРВИ. Для того, чтобы выработать эти тела, организму нужно 7 литров крови в минуту повысить обмен слой для выработки иммунитета. И человек тренированный, он справится, это легко для сердца, нетренированный, не справится. И что значит? Он заболеет. Если будут какие-то еще осложнения, он пробьет курс антибиотиков, потом пробиотиков, потом витаминов, потом дисбактериоз, потом набор веса. И вот это такая цепная реакция. Поэтому проще не болеть. Если мы регулярно тренируем организм, именно регулярно, пусть это два раза в неделю, ну, конечно, плохо, раз в неделю при отсутствии возможностей, и какие-то хотя бы разминки с утра по три минуты, вот, то мы уже находимся в более защищенном состоянии в связи с тем, что уже какие-то ресурсы создаем. Потому что больного человека, больные люди редко бывают счастливыми. Значит, большой избыточный вес, это вес убийцы, ну, это такое образное выражение, вот, но где-то так и есть, вот, потому что страдают суставы, вены, сердечно-сосудистая система, и, значит, ну, такие позитивные выводы. Сейчас я бы хотела передать слово Игорю, я отключаюсь и не вращаюсь с вами, жду ваших вопросов. Приветствую вас снова, уважаемые друзья. Супер, супер, просто отлично. Я сейчас сразу у вас скажу, кому необходим этот курс, для кого вообще мы писали. В этот курс входит мало того, что видеозапись физических упражнений, в этот курс входит дневник успеха, он физический, я вам даже его покажу. Вот он есть, готов, даже если вы смотрели рассылку, этот дневник успеха написала Татьяна по всем тем практическим методикам, которые у нее есть. Здесь есть все ведения, тесты, все тесты, которые надо пройти, таблицы, измерения, которые надо сделать, тренировки, описание видео тренировок, которые мы все это вели, и в том числе есть разлинеянно специально на месяц, чуть больше, 4 или 5 недель разлинеян дневник успеха, в котором вы будете вести свои успехи. то есть не просто как мы когда-то в самом начале сделали это все в электронном виде, а сейчас мы решили, потому что получили обратную связь, что сложнее получается людям надо что-то распечатывать, как-то сшивать это все, как-то вести, находить время, и вот Татьяна разработала такую незаметную тетрадь, назовем его дневник успеха, которую в принципе вы можете держать где угодно на рабочем столе у себя на работе или опять же в транспорте ехать, там ничего стеснительного нет, мы не делали никаких таких фотографий рекламного характера женщин и так далее, то есть это простой красивый дневник успеха, мы сделали его качественно, прошили и сделали еще проклейку клеем, то есть соответственно он у вас не развалится, то есть здесь будет полное описание, мотивация, результаты, задания по каждой неделе, как свой рацион питания делать, это вот то, что один из таких моментов приятных, которые входит в этот курс, это тетрадь, рабочая тетрадь физическая, которую вы оформив оплату, дальше я расскажу как это произойдет и какие условия мы вам предлагаем, вообще сегодня, как я говорил в самом начале, у нас предстартовая такая презентация, и сегодня кто первый, как говорится, получает все, первые получают все, это действительно закон, для кого сразу хочу сказать, для кого, чтобы вы четко понимали, для кого этот курс, в видеокурсе, вот вы смотрели сегодня видеоупражнения, вы видели двух женщин, значит, все, что они делали, все упражнения, всю обратную связь, которую давала Татьяна, мы это все записывали, компоновали и скомпоновали в такой продукт, соответственно, для людей, которые давно уже хотят похудеть, вы знаете, хотят похудеть, именно хотят, не просто вот, я вот пойду изучу еще какой-то курс и так далее, нет, вы хотите похудеть, и мы для них предлагаем именно не просто, как говорится, пустые слова, а именно слова, подтвержденные делами, заснятыми результатами, замерами объемов, взвеш, все, что взвешено, какие веса были взвешены, до, после, во время и так далее, то есть, соответственно, и очень важный момент для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы, совсем просто, без тяжелых физических нагрузок, каких-то лишений, вот как, видишь иногда, как люди в этих тренажерных залах изматывают себя просто, а не выжатые после них, то есть, люди, когда выходят, в большинстве своем идут по стандартной схеме, то есть, тренажерный зал ограничить питание, больше нагрузок, то они себя выматывают, выматывают, вымывают энергетику, они в большинстве своем, я тоже и хожу в тренажерный зал, и вижу, вот, с Татьяной, сколько встречаемся, я вижу, что те люди, которые идут по каким-то своим системам и не идут по тем системе, которая разработана профессионалом, они потухшие глаза какие-то, они уставшие, в конце концов, да, вот тут все наоборот, вот, я смотрел наших моделей, как они развивались в течение трех месяцев, они, наоборот, подымались, то есть, у них даже искорка, даже в глазах другая появлялась, осанка менялась, ну, просто супер, соответственно, очень важно понимать, что этот курс рассчитан на тех людей, которые не знают, как получить, или никогда не получали вообще результатов похудения, особенно, когда никто не, если вы не ходили никогда в тренажерный зал, то есть, по разным причинам, то есть, может быть, вы работаете, работа надо с утра до вечера на работе, такой сидячий образ жизни, и в конце вы не успеваете просто ходить в тренажерный зал, может быть, стесняетесь, многие, ну, стесняются люди ходить в тренажерный зал, понятно, что через 2-3 месяца лишения себя еды и жестких нагрузок изменяется общая ситуация, но вот, как Татьяна правильно говорит, что могут быть жесткие последствия, потому что погоня, вот, очень хочу акцентировать внимание, погоня за быстрые потери веса может очень печально для здоровья обойтись. Итак, еще раз, еще раз рассказываю и показываю на большом экране большой презентации, что же входит в этот курс, что же находится в этой коробке, в этой прекрасной белой коробке которую вы скоро сможете заказать и начать уже получать первые результаты. Что же входит в этот курс? Первое, самое, одно из самых главных это дневник успеха. Дневник успеха я перед этой презентацией, перед этим показом слайда я вам рассказал, показал этот дневник успеха, он реально напечатан, отредактирован, там все исправлено, все сделано для вас. Дневник разлилилень на 4 недели, то есть первый курс это 4 недели, за которые выполняя все упражнения курса, ведя дневник питания, внося результаты, получая обратную связь, вы гарантированно получите первые результаты в похудении. Естественно, этот дневник успеха позволит вам вести, записывать. В дневнике успеха есть все рекомендации по питанию, как правильно распределять, как правильно распределять питание, не занимаясь диетами, что очень важно, что диет там нет, там просто грамотное распределение питания, грамотное распределение питания по дню, по неделям, что надо кушать, что надо с утра кушать, в обед, вечером, сколько раз и так далее и подобное, вплоть до граммов. Это уже для особо таких людей, которые очень скрупулезно к этим вещам относятся, вплоть до граммов. Если кто-то более спокойно к этому относится, то он получит в принципе нормальный абсолютно график, по которому он будет двигаться. Итак, это дневник успеха, который входит в ту коробку. Второе, самое основное, это запись видеокурса записанного и смонтированного. Он смонтирован в специальное меню, которое вы получаете, открываете и попунктно выбираете, или вы хотите, там можно выбрать отдельно разминку, отдельно растяжку, и также выбрать тот комплекс упражнений, который входит в первый месяц. То есть вы можете это упражнение просматривать у себя на компьютере, вы можете эти упражнения просматривать вплоть до того, там есть папка, вы это можете все скачать на или диск, или на флешку и посмотреть через телевизор, через большой экран, потому что снималось с двух камер, то есть подробно вы будете смотреть, вы будете видеть, вы будете видеть, как делаются упражнения, как идут объяснения. То есть эти упражнения вы будете делать вместе с нашими моделями. То есть второе и очень важное, самое, одно из самых важных, что находится внутри коробки, это сам видеокурс. Третий, третий, что в той коробке, это все, кто купит этот видеокурс, оплатит. Сразу напоминаю, что все, кто сейчас слушает этот каст, все, кто сейчас слушает этот вагинар, получают специальные условия, о которых я сейчас поговорю чуть дальше. Итак, значит, третье и немаловажный момент, который вам необходим просто для получения результата и для выполнения этого курса, это возможность получения постоянной обратной связи от Татьяны Богдан. То есть создана закрытая группа ВКонтакте, в которой объединены только вы, то есть те люди, которые купили курс, там лишних людей нет. Соответственно, там есть возможность общаться, есть возможность получать обратную связь, задавать вопросы, корректировать какие-то моменты, вплоть до договариваться на индивидуальную, можно сделать, организовать это все реально обратную связь в виде скайп-консультаций. Поэтому немаловажный фактор, это не просто, что вы купили этот курс, начали вести дневник успеха, начали смотреть видео, делать упражнения и все. Но на этом не все заканчивается, на этом я скажу маленький секрет, на этом все начинается. То есть вы должны еще получать профессиональную, постоянную обратную связь. То есть вот сейчас широкими мазками я рассказываю, что входит в этот курс.